Давайте сейчас по пути, сегодняшняя тема будет спортзальчик, надо ехать, заниматься и по пути отвечу на очередной вопрос, мы помним с вами, мои видео базируются на ваших вопросах вопрос от человека с никнеймом, блин, вот эти, почему у вас тоже так в ютубе, вот эти юзернейм, не могу понять а, Чурабек Рустам Зода, извини, если что-то неправильно прочитал, правильно, вот твой никнейм вопрос следующий, здравствуй, Игорь, у меня такая ситуация, сейчас давно хочу заниматься автобизнесом точнее, сейчас автобизнесом хочу заниматься давно, как я понимаю и суть вопроса следующая, у человека есть гараж, появился там, где он работает, инструмент, есть 600 тысяч рублей и он хочет заняться авторемонтом, какие советы я могу дать так как я все-таки плюс-минус из этой же ниши, но я не занимаюсь сам лично авторемонтом я занимаюсь предпринимательством, бизнесом, именно в перепродажах автомобилей да, я называю это предпринимательством, потому что то, что я делаю, я считаю, это не совсем классическое такое перекупство, как бы это ни звучало сейчас в вашем понимании, да, потому что по мне классическое это я вот сижу, еще тачку, поехал, купил, продал, я выстраиваю бизнес-модель я работаю с рекламными источниками и так далее, и так далее, но это для тех, кто не в теме кто сразу скажет, да не, а чем ты отличаешься? ну, отличаюсь, да, тем, что я не бегаю за машинами, я делаю так, чтобы машины бегали за мной как бы это сейчас опять же не звучало так вот, давай порассуждаем на тему, что бы я посоветовал первое, ремонт, такая штука, это нужно как бы любить, это нужно жить этим и это ремесло, ремесло, то есть ты работаешь своими руками допустим, если речь идет о бизнесе, ну, что я имею в виду бизнес, в моем понимании это когда ты стараешься выстроить какую-то бизнес-модель, ну, какую-то модель пускай возьмем рабочую, которая не будет, сейчас я закручу тут камеру оп, а то у меня, да, все, закрутил, а то съезжает у меня почему-то, ну, ладно которая не будет требовать постоянного твоего присутствия то есть ремонт, что такое ремонт? ты сегодня ремонтируешь, если ты перестал ремонтировать, ты попадаешь на то, что, ну, не попадаешь к тебе перестают приходить деньги соответственно, заработка нет поэтому тут надо ответить себе на вопрос, чего ты вообще сам хочешь ты хочешь заниматься именно ремонтом, ну, просто тупо ремонтом открыть, ну, допустим, там у тебя гараж есть, да, как бы, ну, вот, просто как ремесленник тогда окей, ну, нормальная тема, ты будешь там, да, у тебя ручки испачканы будут ты будешь там, это неплохо, это мужская хорошая работа я уважаю мужиков, которые работают руками, честно, уважаю наверное, следующий, ну, если бы я не занимался вот такой деятельностью так скажем, выстраивания, да, каких-то бизнес-процессов ну, наверное, я бы работал руками, ну, руками, и это тоже нравится это полезно, на самом деле, работать руками, я считаю поэтому уважение, если ты, ну, работаешь руками, это неплохо не надо расценивать, что, ну, типа, это плохо нет, нет, это хорошо советы какие? Начать с малого пощупать, какая прибыль, что за клиенты понять, кто у тебя будет ремонтироваться вот, но самый базовый вопрос, на мой взгляд, должен быть что ты хочешь дальше? ты хочешь остаться на уровне ремесленника и постоянно крутить гайки? окей, все, тогда будь профессионалом в этом деле то есть изучи прям какую-то нишевую историю например, будь крутым электриком к тебе будет очередь в Москве у тебя 100% будет очередь, если ты крутой электрик будь крутым, я не знаю, ну, маляром тоже будет очередь но маляр такая вредная работа я бы пошел по пути нишевой истории потому что сейчас везде идет классификация заметьте даже, если там ютуб-канал, он очень тематичный ну, он будет на какую-то определенную тематику если, например, какой-то врач, ну, согласитесь вы пойдете к узкопрофильному специалисту если у вас есть проблема, там, не знаю есть проблема с суставами, там, коленными вы пойдете именно к хирургу, который занимается коленками ну, коленками, да, то есть, коленками, такое слово ленками, коленками то есть вы не пойдете там просто, вот, ну, к терапевту схожу ну, какой смысл, если колено болит, да ты пойдешь вот именно к ортопеду вот к узкопрофильному специалисту поэтому здесь то же самое я бы дал совет идти в определенный узкий профиль раз второе думать о том, хочу ли я быть ремесленником или предпринимателем два и третий момент не делать все на длинную дистанцию объясняю, что такое на длинную дистанцию это когда ты такой все, я буду сейчас вот, ну, в сервисе как бы, хоть и ничего не зарабатываю хоть у меня там и денег нет и все напрягает и уже пальцы поотбивал себе и все, ничего не хочу но я решил, ну, добить эту тему и уже удовольствия даже она тебе не приносит нет, смысла нет то есть замерил 2-3-4 месяца посмотрел, так, зарабатываю, нет нравится, нет если не нравится и не зарабатываю не тяни эту дохлую лошадь поверь, сэкономишь кучу времени нервов у меня было несколько лет жизни я так бы просто потратил в трубу ну, это неплохо, да это хороший опыт но когда ты потом такой думаешь я бы мог их потратить гораздо эффективнее я бы мог еще тогда отказаться от какой-то затеи которая мне не приносит ни удовольствия не радости в жизни а убрать ее и заниматься именно тем бизнесом который приносит удовольствие знаешь, у меня много историй на самом деле с сервисами причем от обычных ремесленников коим ты, скорее всего, будешь в первое время являться до владельцев автосервисов и такие-такие друзья есть давай примеры тебе приведу у меня, допустим, есть товарищ один он, у него большой сервис на новых черемушках был как они там с партнером разошлись и знаешь, он неплохо зарабатывал но мы когда общались с ним он говорит, слушай может быть, с виду так кажется там вот все, сервис мой все это но говорит, если я отсюда ухожу на день, два, три, неделю говорит, все проседает говорит, мне постоянно надо быть потому что проблема с мастерами их надо постоянно пинать то есть, если только упустил все короче, ну пропустил момент и есть второй пример есть ну, то есть ну, он вполне успешно хорошо зарабатывал сейчас там открыл другой свой сервис уже отдельно, как я понял и есть второй пример как раз ремесленник это, ну, другой человек кстати, на Прашке здесь он работал сейчас не знаю, где уже потом переехал, по-моему он один всегда был именно вот он и чиню сам и на звонки отвечаю с клиентами работаю и деньги принимаю все сам все сам у него он компетентный парень классно делал но в один момент к нему пошли заказы он взял какой-то таксопарк чинить он взял нас там пятых, десятых, двадцатых и в итоге просто у него потерялось его этот как сказать качество работы просело очень сильно и все ну, естественно и клиенты начали расходиться потому что смысл ты машину долго ждешь он там то накосячит то это ну, потому что когда, ну, ты один и ты делаешь все сам и заказов начинает быть много ты не предприниматель ты ремесленник то ты упираешься или повышать цену и делать качество или ты втыкаешься в такую историю что качество будет проседать поэтому вот вот с такими историями я сталкивался но скажу так что работа не простая работа местами сложная надо постоянно быть в этом то есть, знаешь, если допустим опять же я беру в формате автобизнеса да, я занимаюсь там перепродажей машин и если я могу сегодня условно сейчас пойти в спортзал да, окей там завтра я пойду машину посмотреть но это у меня на полдня делов и там посмотрел ее уехал все, купил, не купил забыл то есть там машина продается я могу дать продавцу ее продавать мне не надо быть постоянно под машиной чинить ее это я говорю сейчас за перепродажи то все-таки в сервисе ты должен быть с утра до вечера то есть мы сразу отметаем вот эти моменты там я в спортзал я там хочу встречу по бизнесу провести я хочу еще проект открыть нет ты будешь там все в сервисе то есть если тебе это подходит если ты в этом хочешь двигаться окей welcome welcome to hell хочется сказать да, ну не дай бог пусть это будет welcome to рай сервисный ну пусть все получится у тебя ну короче какие-то такие мысли у меня по сервису надеюсь как-то как-то это полезно все-таки сейчас вы видите хорошо, понимаете леворукая машина да, а у тебя праворукая машина что ты будешь делать а? будешь бегать мне говорят а правый руль нормально вот такие моменты блин ну это конечно не это и хорошо когда у тебя есть обдув сидений в машине вот сейчас я еду потеет все а у меня спина не потеет потому что дует классно сидушечку ну надо выключать да мне застудиться хорошо так давайте все подытожим короче сервис вполне нормальная тема если ты вот эти все моменты проработал заранее ошибка многих я считаю предпринимателей бизнесменов моя в том числе я себя не отделяю когда ты на эмоциях когда ты в энтузиазме куда-то идешь в бой это тоже хорошее качество но потом ты вдруг понимаешь блин слушай там оказывается столько подводных камней я не проработал эти моменты на эти вопросы себе не ответил и я вот сейчас когда начинаю делать какое-либо дело вот сейчас тоже после зала у меня встреча опять же по там очередному моему медиапроекту и у меня всегда вопрос слушай ты как бы реально будешь это делать вот прям тебе хочется это делать или ты это делаешь просто потому что так ну надо сейчас что-то делать ты как бы ну понакатанный знаете я уже перестал давно так мыслить я смотрю на это так если я как бы реально буду это делать я хочу это делать вот я буду если я вот как бы потому что надо потому что кто-то делает потому что так правильно потому что без дела неправильно сидеть честно пофиг я лучше без дела буду сидеть правда ну вот я дома сяду на диван и буду сидеть и буду признаться честно я не хочу это делать все я не хочу не потому что так надо деньги зарабатывать потому что вот так надо деньги ну не всегда зарабатываются С одной стороны, меня мама, знаете, в детстве учила, сынок, есть слово «хочу» и «не хочу», а есть слово «надо» и «не надо». С одной стороны, это правильно. С другой стороны, когда ты делаешь через «не хочу», это чувствуется, нет энергии, нет эмоций, нет драйва в этом, нет успешности в этом. Люди это видят, слышат, чувствуют, и потом получается, что ты делал как надо, 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 но ты не хотел. И потом ты такой, блин, ну, финита ля комедия как бы. Поэтому однозначно надо делать так, как ты этого хочешь. Хочешь, я не говорю о меркантильных, надо отличать еще, есть такая штука, когда люди говорят «я это хочу». Хочешь ты для чего? Ну, смотри, есть такая, знаешь, такая притча, сейчас дословно не помню, но суть ее, да, скажу. Ну, не притча, а такой ряд вопросов. Допустим, там, человек говорит «я хочу дорогую там машину», а тебе дорогая машина для чего? Ну, для того, чтобы выглядеть круто перед друзьями. А тебе для чего такие друзья, чтобы перед ними круто выглядеть? Ну, потому что они дают мне какое-то чувство статуса. А для чего тебе чувство статуса? А чувство статуса для того, чтобы на меня люди смотрели там в социальных сетях и говорили, какой он крутой. А для чего тебе это, чтобы люди говорили, что ты крутой? А для того, чтобы я себя чувствовал полноценно. А, то есть тебе нужна машина, чтобы ты чувствовал себя полноценно, значит. Слушай, интересная мотивация, но насколько она правильная, вопрос. А ты можешь себя чувствовать полноценно без машины? Хм, вот тут как бы уже чуть-чуть, понимаете, другое понятие «хочу». Потому что есть «хочу», когда вот меркантильно, да, хочу себя без машины, себя хорошей не буду полноценно чувствовать. С одной стороны, в этом есть истина тоже, да, потому что, ну, как-то тебе комфортно. Здесь автомобиль, там, семья, когда у тебя, слушайте, батарея садится. Ладно, давайте продолжим других видео. Если есть вопросы, пишите. Если вопросов нет, я придумаю сам вопросы. Всем пока. Продолжение следует...